Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас выкатываем из ангара Titan HND. Я приобрел его на новогоднем аукционе и машин осталось 1200 приблизительно на момент, когда я записываю видео. Для тех ребят, которые пытаются принять для себя решение покупать машину или не покупать, безусловно, принимать решение необходимо уже сейчас, потому что мне почему-то кажется, что если и достоит какое-то количество машин до завтрашнего снижения цены, поверьте, их будет крайне-крайне мало и все явно не успеют по сниженной стоимости машину себе приобрести. Теперь давайте обсудим вопросы по Titan, чего он стоит и стоит ли его покупать, и стоит ли его покупать и кому. Но, короче говоря, давайте обо всем по порядку. Первое, в чем фишка танка? Это в механике. Механику прорисовали действительно прикольную, действительно интересную, сделали подвижные бронелисты. Что они собой представляют, сейчас посмотрим в бою, ну и параллельно обсудим сейчас еще в дополнительном ресурсе. Короче говоря, когда меньше 50% хпшки у вас остается, когда вам снесли 50+, соответственно, закрываются сбоку башня до половины дополнительными листами бронированными, по сути это экраны, и дополнительные листы приезжают с кормы вперед, закрывают спереди гусеницы, и спереди закрывается передняя часть, нижний бронелист в частности. Как это выглядит в бою, безусловно, посмотрим. Сейчас давайте заглянем на доп. ресурс, и в доп. ресурсе посмотрим, как это выглядит в виде брони. Я не сильно люблю заценивать машины по доп. ресурсам, но, ребят, в данном случае выбора просто другого нет, потому что по-другому посмотреть на бронирование танка просто нереально. Вот сейчас танк нарисован так, как он будет выглядеть в случае, когда у вас меньше 50% хп. Вот эти вот дополнительные экраны, передний экран, который закрывает, но он не цельный, ребят, нарисован частями, хотя идет как цельник, да, именно, я имею ввиду, здесь выцелить нечего, полосок нет, да, из которых состоит визуально в игре этот экранчик. Что касается боковых экранов, то заднего экрана вот здесь этого не будет, он переезжает вперед сюда, и, соответственно, оголяется тыльная часть. И закрывается дополнительными экранами часть башни передняя, что добавляет брони в виде приведенки там и так далее. Если посмотреть на экраны, то экраны имеют 70 мм с приведенкой, там 60 в прямой проекции, то же самое здесь, 60-116 с учетом приведенки. И что касается, насколько они помогают, то скажу откровенно, ну, это прям не панацея, потому что есть вот эти вот зоны, которые пробиваются вполне спокойно и выцеливаются точными танками, так вообще на ура. Вот здесь вот на гуслях, как бы, свободные места тоже есть, которые можно забрасывать. Башня сбоку, она как была картоном, так и остается. Борта становятся совсем оголенными, особенно со стороны кормы. Ну, а с учетом того, что танк не сильно бодро крутится, то, поверьте, разбирают вас по бортам очень даже таки комфортно. Соперники, я имею ввиду, для них. Так, если в бартак вам заезжают, ну, про корму я вообще молчу, здесь вообще разговаривать нечем, 60 мм, ну, а там дальше с приведенкой даже сотни не наберется. Поэтому, ребятки, особо не рассчитывайте, что вот эти вот открывающиеся, закрывающиеся экраны прям сильно вам что-то зарешают. Хотя, да, в бою помогают порой. Что касается верхнего бронелиста, он не улучшается, не ухудшается. Он как был 130 мм и 117 с приведенкой в прямой проекции, так, в принципе, ребят, он таким и остается. Что касается того, как танк выглядит без экранов. Без экранов вот такая вот лабуда у нас получается. Самое классное, это, безусловно, вокруг маски орудия. Но не более того, то есть вот сюда внизу, типа, не пробьют, 184 приведенки, 180. А вот здесь дальше уже пошло прям совсем все желтенькое. Сверху этот бронелист, как я говорил, как есть, так и есть. Здесь бронелист у нас передний, назовем его так, да, потому что, ну, нижний, не нижний, что это? Вот это тогда что? Ладно, хорошо. Я думаю, что поняли, о чем говорю. Вот здесь вот, 116, 109, ну, в зависимости от того, где как, с приведенкой, без приведенки 100 всего лишь. Поэтому с экраном, когда он закрывается, да, безусловно, становится пободрее, вопросов нет. Но прям, как я уже сказал, не панацея, не неприступная скала. Теперь возвращаемся к нашему танку в ангаре. Что касается орудия. Вот сейчас с установленным оборудованием, амуницией, цифры по орудию, они еще хоть как-то становятся, ну, божескими. Потому что, ребят, без этого всего совсем уныло. Время сведения 3.8 должно быть больше 4 секунд, если без вот этого вот всего. И играется даже при 3.8 очень сложно и очень дискомфортно. Разброс очень большой, даже на средних расстояниях, больше 0.4. Урон в минуту, он заявленный. 2077, с учетом всего установленного, только благодаря тому, что существенно улучшается КД. Здесь не поспоришь, меньше 9 секунд. Но будем говорить, как разокровенно, 9 секунд КД. А если этого всего не устанавливать, то больше 10 секунд. Пробитие 180. И очень, очень сильно, ребят, не хватает пробития. Что касается пробития, да, его можно увеличить, ребят, вопросов нет. Но, все же, вы всего лишь 9 мм бронепробития себе добавляете, но существенно теряете в скорости перезарядки. Поверьте, скорости перезарядки тоже вам будет не хватать. Теперь, что касается того, о чем действительно не стоит жалеть, так это о уровне Альфы. Уровень Альфы 310 действительно очень приятный, очень играбельный. Здесь вопросов абсолютно никаких нет. И вот когда вы на 7 левеле закатываете и на 310 в кого-нибудь закидываете, вы действительно получаете массу удовольствия. Что касается подкалиберных, если вдруг пробития не хватает, да, вы можете существенно увеличить себе пробитие подкалиберными, зарядившись. Но тут падает уровень Альфы на целых 50 единиц. И я считаю, что это существенное падение. Что касается углов склонения вверх не интересует, а вот углы склонения вниз минус 7 вроде бы даже лучше, чем у многих ИСов. Но, ребят, отыгрывается очень уныло и очень сложно. Были такие холмики, которые холмиком-то особо не назовешь, а я реально орудие вниз склонить не мог. Короче говоря, есть безусловные плюсы по машине, но я бы сказал откровенно, что минусов все-таки по машине гораздо больше. Если вы рассматриваете данный танк именно как машину, для того, чтобы однозначно на ней постоянно там побеждать, наносить хорошее большое количество урона, держать средний урон, но и, соответственно, фармить. Да, то есть вот для вот этих вот всех вещей Titan HND он в принципе не предназначен. Объясню сейчас почему. По фарму. Фарма особого у машины нет. Ну, просто коэффициент фарма не такой, чтобы прям доходная машина была. Что касается того, чтобы на нем постоянно побеждать. Не получается на нем постоянно побеждать. Есть безусловный плюс у данной машины, что ее не бросает к восьмеркам. Вот реально, за все время, сколько я поиграл на ней, да, пускай я скатал на ней там в районе 10 каток. Ну, просто для того, чтобы сэкономить время и побыстрее выложить видео, чтобы вы его увидели таким, какой он есть. Но скажу откровенно, за все это время меня бросило к восьмеркам один раз. И то это был один средний танк восьмого левела. Я не знаю, как так сработала жеребьевка в нашей игре. Ну, вот как было, так было. Поэтому, играя против семерок, ты себя чувствуешь, в принципе, нормально. Я не могу сказать, что прям всегда суперкомфортно, но нормально, приятно. Против шестерок вообще красота играть. Чувствуешь себя, ну, прям непобедимым товарищем. Теперь, что касается времени сведения. Время сведения не очень приятное по одной простой причине. Потому что, когда ты заезжаешь на товарища и хочешь в него уже бросать, потому что ты уже давно перезаряжен, но ждешь, пока твое орудие сведется, за это время товарищ уезжает. А вот если ты начинаешь в него бросать без полного сведения, то снаряд улетает, ну, вообще в каком-то неизвестном, непонятном направлении. И тебе становится очень грустно от этого. Это что касается стрельбы. Вот, допустим, я сейчас отвлекусь на дальнее расстояние или на среднее расстояние. Ну, вот пойди ты, блин, сведись, да, вот сейчас сводимся, сводимся. Ну, короче говоря, не очень приятно. Что касается по тому, что меня очень сильно удивило. Меня удивила подвижность машины. Она не отличается от других. Именно этим она меня удивила. Я почему-то ожидал, что Титан будет ездить, ну, я бы сказал, более, как-то, знаете, так вот, размеренно и вальяжно. Он еле тянутся по карте. Но нет, ребят. Он едет вполне бодренько. Едет ничем не хуже, чем другие тяжелые танки своего левела. А иногда даже быстрее. На удивление. Что касается того, насколько комфортно играть на этом танке. Я бы сказал так. Если вы будете играть против шестерок, крайне комфортно. Против семерок, я бы сказал, терпимо. И особо терпимо тогда, когда вы находитесь все-таки на среднем расстоянии. Да, вам тяжелее в этот момент свестись. Дольше приходится ждать. Но в то же время выцеливать вас на средних расстояниях гораздо тяжелее, чем на ближних расстояниях. Вот сейчас меня еще раз кинут. Я даже этого специально дождусь, ребят. Чтобы сейчас сработали... Ну, вот они. Видите, как они срабатывают. Это действительно фаново. Это действительно прикольно. Это классно и интересно смотрится в бою. И именно из-за этого я, наверное, Титана себе и присмотрел на аукционе. Потому что я очень люблю незаурядные и нестандартные танки в этой игре. Вот всех вот этих ивентовых машин по ежемесячным ивентам, которые их просто перерисовывают с проходных танков. Но их уже и так достаточно. Их уже, в принципе, как попкой можно сживать и не переживать. А вот таких машин действительно в игре не так уж и много. И, наверное, в этом и есть фишка Титана. Он не такой, как все. Он играется абсолютно по-другому. Абсолютно не так, как любые другие тяжелые танки, которые я знаю в этой игре. У меня из подобных машин есть транспортные средства. Тот же самый Франкенштанг, абсолютно нестандартный. Могильщик, Фараон. Все эти машины, они не имеют аналогов абсолютно никаких. И в этом их безусловный позитив и плюс. Эти же плюсы и в данном товарище Титане HND. Теперь давайте будем смотреть по результативности. В отношении того, что мы смогли за бой получить. Вот такие бои на нем, в принципе, это стандарт. Просто бывают бои, в которых вас еще и выносят. Но в целом результативность 2-2,5 тысячи урона вам гарантирована. Но если играть спокойно, нормально и аккуратно, не выпячиваясь. И помнить, что вам ни в коем случае нельзя подставлять борта и корму. Вот если вы будете играть ромбом или просто грубо перед ком. Вот поверьте, толку будет гораздо больше, чем если вы будете, как вошь на гребешке, пытаться вертеться по карте. Что касается результативности по фарму. Ну вот теперь смотрите. У меня нет никаких бустеров, там всего остального. По кредитам я получаю с учетом премом 42 500. Это далеко не фармер. Он не фармит. Ребят, не берите эту машину, если вы берете ради каких-то конкретно показателей, а не ради эмоций. Эмоции действительно доставляет. Второе место в команде по урону. 3 сделанных фрага. Альфа позволяет добирать недобитков. Ну вот минусы я вам озвучил. Несомненные плюсы попытался тоже. Покупать или не покупать конкретно Titan H&D я не могу рекомендовать вам в принятии вами решения. Все-таки ценник он не настолько маленький, чтобы разбрасываться кровной голдой. Если ваша копилка голды, ну я бы сказал скудна. Если вы ищете себе годную машину и у вас очень-очень мало золота. Ребят, я не рекомендую покупать Титана. По одной простой причине. Потому что кроме того, что у вас будет красивая коллекционная машина, которую вы периодически будете выкатывать из ангара. Вы в данном случае не получаете ничего. Фан от игры, да. Но серебра не нафармите. Средуху держать не сможете, если вы за этим гоняетесь. И уже однозначно вы не сможете держать уровень побед на нем. Все-таки на нем довольно часто, ребят, вы будете проигрывать. Особенно, если вы играете, как я, и ваша статистика порядка 50% побед. На данный момент, ребят, у меня все. Это было абсолютно честное и субъективное мнение по Титану H&D. Ну и, соответственно, что он вам принесет, если вы его приобретете себе. Подписывайтесь на канал. Буду вам безумно благодарен. Ставьте лайки. Ставьте палец на колокольчик для того, чтобы не пропускать новые видео. Всего хорошего вам. Мира и спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok